В пятницу вечером неподалеку от села Дружба на сельскохозяйственное поле упал легкомоторный самолет Сьерра-2002, на котором выполнял тренировочный полет пилот-любитель. О нештатной ситуации в МЧС сообщили местные жители. К месту предполагаемого падения двухместной машины выехали пожарные расчеты и оперативная группа чрезвычайного ведомства. Разбитый самолет был обнаружен в четырех километрах от аэродрома вылета Калинки. Пилот получил незначительные травмы и к моменту прибытия спасательных служб покинул место крушения. После приземления он позвонил на аэродром, откуда за ним выехал квадроцикл. Спасенный не стал долго объясняться и уехал в город на личной машине. Определенную ясность смог внести директор юридического лица, который принадлежит воздушное судно. Это некоммерческая организация, которая занимается подготовкой пилотов-любителей. За штурвалом был 30-летний мужчина, прошедший курс обучения. Пилот-любитель взял самолет в аренду, взлетел и где-то минуты через полторы-две произошел отказ двигателя. Пилот начал разворачиваться к нам на аэродром, двигатель запустить не смог. Воспользовался спасательной системой, вот видите парашют. То есть на парашюте самолет приземлился, имеет вот такие вот поломки. Пилот вышел из кабины, вышел на дорогу, взял у тракториста телефон, дозвонился нам и приехали. Пилот остался жив благодаря системе спасения, которой была оборудована Сьера. Это парашют, который приделан цизеляжу самолета. После раскрытия купола пилот вместе с машиной опускается на землю. Воздушное судно, как правило, получает серьезные повреждения, однако экипаж чаще всего отделывается легкими травмами, как и в этом случае. Предварительную причину ЧП руководитель Челавиа «Восток» назвал сам. Я пока не знаю, возможно, что-то, видимо, с топливной системой. Это я так думаю, не знаю. Ну, почему отказ двигателя именно? Потому что самолет сегодня летал весь день. Об отказе двигателя на следующий день говорили и жители села Дружба, наблюдавшие падение самолета. С детки маленькие вечером гуляем, летит самолет этот. Ну, мы летит, летит. Раз, винт у него отказал. Он повернул назад и полетел. Многим показалось, что пилот сознательно уводил теряющую высоту машину в сторону от села. И он прилетел, летел вот тут. И у него двигатель, как глох, вентилятор, винт крутится. Потом перестает опять крутиться, перестает. Он потом повернул в ту сторону. И вот над этими домами, вот возле этого большого дерева, он пролетел туда. То есть еще светло было? Светло, да, его хорошо видно. Он прям вот, ну, если бы он туда не завернул, он бы упал прямо здесь у нас. Стоимость разбившегося самолета составляет чуть менее 4 миллионов рублей. Он представлял собой воздушное судно итальянского производства, выпущенное в 2009 году. Максимальный взлетный вес 600 килограммов, предельная дальность полета 1100 километров. Силовая установка, бензиновый мотор мощностью 100 лошадиных сил. С места происшествия Сергей Полуэктов, Александр Ефанов и Степан Симонов.